Мы очень рады, что этот день наконец-то наступил. Он для нас очень долгожданный. С некоторыми мы встречались уже год назад, с некоторыми мы встречаемся впервые, и мы этому очень-очень рады. Мне, как хозяйке Центра искусства «Удивительная кошка» вдвойне приятно, что фестиваль начинается именно в нашем Центре искусства, и мы рады вас здесь приветствовать. Фестиваль НАБИС, международный фестиваль любительских театров НАБИС, в прошлом году стал первым фестивалем взрослых театров на североамериканском континенте. И его организаторами стали замечательная студия и Центр искусства «Удивительная кошка» под руководством режиссера, директора, организатора и много-много поэтессы Лилии Скляр. И Ассоциация Бизнеса и Культуры «From Russia with Love», президентом которой является Надежда Вайндруб. Ну вот именно фестиваль НАБИС объединил две наши большие творческие организации, и мы теперь стали единой большой такой творческой организацией, которая называется «Творческое объединение НАБИС». И как раз «Творческое объединение НАБИС» и является организатором одноименного фестиваля. Я думаю, здесь надо рассказать, что мы теперь не ограничиваемся только фестивалями. Вот на баннере как раз и показаны все наши направления. Да, мы проводим вечера встреч «Любимый город». У нас уже прошел замечательный вечер, посвященный городу Харькову. Это была встреча бывших харьковчан. А также мы проводим, «Творческое объединение НАБИС» проводит регулярно актерские и режиссерские тренинги. И мы уже вышли за границы, за всяческие, в том числе и за географические границы, потому что наши тренинги проходят теперь не только в Центре искусства «Удивительная кошка», ну, не только в нашей студии, но и мы недавно, тут есть люди, которые с нами вместе ездили, участники этого тренинга. Мы недавно побывали с актерским тренингом в Пуэрто-Рико, на экзотическом острове Вьекис. И на следующий год приглашаем всех вас принять участие в этом замечательном тренинге. Да, мы будем расширять географию, Рико и далее, далее, далее. Надо сказать, что вы сегодня в течение вечера будете слышать 2-3 слова постоянно. Это уникальный, замечательный, удивительный, потому что все, что мы будем делать и о чем говорить, это действительно уникально, замечательно и очень интересно. Надо сказать, что город Торонто замечательный и уникальный город. Потому что это город, где иммигранты, здесь собрались иммигранты, могут воплощать в жизнь свои мечты. И вот театр, театральные студии, театральные ассоциации, они являются как раз тем местом, где воплощаются в жизнь наши мечты. Творческие мечты. И поэтому у нас в Торонто очень много в последнее время образовалось различных театральных студий, театральных коллективов, больших, маленьких, театральные коллективы любительских театров. И создание или проведение международного фестиваля стало просто необходимым и закономерным явлением. Какова же цель нашего фестиваля? Цель нашего фестиваля, конечно же, объединить все любительские театры города Торонто в первую очередь. Помочь всем любительским театрам развиваться. Именно поэтому мы приглашаем гостей. Наш фестиваль так и называется, международный. И в этом году у нас гости из Монреаля, из Америки, с замечательными просто постановками, которые мы будем смотреть 13-14 числа. Ну, кроме непосредственных участников, у нас есть еще гости, которые приехали и в качестве зрителей, и в качестве экспертов. Это гости из Финляндии, из Флориды. Мы попозже представим всех экспертов. Ну, надо сказать, раз уж ты заговорила, что у нас гости, у нас ведь и расширилась география зрителей. Лиля, расскажи о замечательных зрителях, которые приехали из... Ну, вот я как раз сказала, но мы позже представим, когда начнется знакомство. Зрители? Да, это зрители из Флориды. Ну, встаньте, девочки. Зрители из Флориды. Это зрители из Флориды. Это зрители, да. Да, поэтому у нас расширяется география не только театральных коллективов, но и зрители у нас вот специально приехали на наш фестиваль. Прилетели. Да, прилетели. Итак, для того, чтобы... Наверное, мы еще должны сказать о том, что наш фестиваль, ну, в общем-то, в основном на нем спектакли играются на русском языке, но в этом году он многонациональный. Он всегда многонациональный. Но в этом году у нас играют спектакли не только на русском языке, но и на белорусском. Да, мы расширили границы, как Елена сказала, уже всяческие. Мы уже не только международный, но и многонациональный фестиваль. И поэтому на следующий год вполне возможно, что фестиваль будет уже три дня полных, три дня показа спектаклей. Один день, возможно, будет как раз на разных языках. Поэтому торонцы, если у вас есть знакомые в национальных театрах, приглашайте. Итак, это не конкурс. Да, наш фестиваль это не конкурс. Наш фестиваль это обучение, обмен опытом, просмотр интересных работ. Это работа экспертного совета, который, посмотрев спектакли, даст свои советы и рекомендации, потому что в экспертном совете профессионалы. Ну и мы, наверное, тогда представим сейчас участников экспертного совета. Но мы забыли сказать о том, что в этом году, в России, 2019 год, это год театра. Да, объявлен годом театра. И нам прислали поздравительное письмо, приветственное письмо. Да, которое мы зачитаем на торжественном открытии фестиваля. Завтра, да. Поэтому... Ну, просто, Надь, я думаю, нам надо... Нет, 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 в России знают, что мы проводим этот праздник и нас поддерживают. Поддерживают во всех странах. Ну а сейчас мы представим экспертов. Да, ну я скажу, почему была такая ремарка. Тут некоторые люди торопятся, поэтому мы хотим побыстрее закончить вступительную часть и начать презентацию театров. Но пока мы представим вам наших уважаемых экспертов. И, ну, я с удовольствием хочу вам представить, ну, я уж надеюсь, что моего друга, режиссера, создателя театров детского, взрослого, создателя Центра искусств, актрису, театрального педагога из Финляндии, из города Ювискюля, в котором мы побывали на фестивале совсем недавно, в августе прошлого года, Киру Мерутенко. Кира Мерутенко. Кира проделала... Ну, пока она будет и к нам, я скажу, что это короткий путь. Она проделала огромный путь и летела через несколько городов и стран, через несколько часовых поясов. Да, она вот еле живая, а не видно. По мне бодрая. Настоящий актер, настоящий театрал. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники. Я очень благодарна организаторам, что меня пригласили участвовать в работе экспертного совета. Для меня это очень большая честь. Я представляю здесь не только себя лично, но еще и привезла привет действительно от нашего театра, арт-мастера из Финляндии. И сейчас, когда я попала в этот дом, в этот замечательный зал, я понимаю, что мы очень, действительно, очень близки, потому что мы тоже живем в таком же камерном, очень семейном домашнем пространстве. И наш фестиваль, я уже чувствую дух фестиваля вот этого Центра «Удивительная кошка». Наш фестиваль тоже камерный и такой домашний, семейный. И я приехала не только с целью отсмотреть какие-то спектакли, сделать какие-то, дать какие-то советы, может быть, чем-то помочь и провести какие-то небольшие тренинги, но еще и с корыстной целью, потому что мы тоже проводим театральный фестиваль, арт-мастерская, который собирает театры со всего мира русскоязычные. И действительно, девочки были у нас уже в гостях, и действительно, это такое продолжение дружбы. И вот мне очень нравится, что эти фестивали действительно строят мосты. Мосты, а не стены. Это, собственно, цель. Мне кажется, что Лилия, ее коллектив и вообще этот фестиваль, на который мы с вами собрались, фестиваль «Набис» — это всего. Это форум, который соединяет, который объединяет. Этот коллектив еще близок нам тем, что для нас тоже очень важен ответ на вопрос, прежде всего, зачем, а не как. Зачем мы занимаемся театром? Зачем мы выходим на сцену? Зачем мы собираемся вместе? А не как и что мы будем делать? Важнее все-таки первый вопрос. Какие у нас цели? Зачем мы занимаемся искусством этим? Я всем желаю удачных выступлений и всем зрителям желаю замечательных театральных впечатлений и организаторам, конечно, нового опыта проведения фестиваля. Спасибо еще раз за приглашение. Надеюсь, что все коллективы станут вам близкими, Кира. Я с удовольствием представляю следующего члена экспертного совета — Анастасия Воронцова. Анастасия Воронцова — президент Ассоциации русскоговорящих театров Америки, создатель и руководитель детского любительского театра и член Национальной ассоциации учителей Америки. Анастасия у нас второй раз в прошлом году, она у нас тоже была почетным гостем. Пожалуйста, Настя. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть снова с вами в этой уютной комнате, театральной комнате и гостиной, да, и гостиной, и угощение. Спасибо, что наши встречи и ваш фестиваль объединяют всех-всех-всех нас, творческих людей. Я заготовила официальное приветствие тоже от нашей ассоциации, но, видимо, прочитаю его завтра. Сейчас просто хочу раз еще раз сказать спасибо за то, что пригласили, за то, что мы все дружим. Наша ассоциация тоже занимается примерно все тем же. Мы проводим тренинги, мастер-классы, объединяем театры, и к нам приезжают театры из Канады, и мы приезжаем иногда в Канаду. Так что жизнь бурлит. Виват. Ну, действительно, именно завтра состоится торжественное открытие нашего фестиваля, и все торжественные речи как раз мы перенесем на завтра. А сегодня хотелось бы, чтобы встреча была, ну, по возможности, неформальной, потому что сегодня мы просто знакомимся, чтобы уже завтра быть одной большой командой. И еще прежде, чем я представлю следующего эксперта нашего, я хочу все-таки к Кириной речи добавить, что, да, конечно, мои друзья, мои соратники, мои кошкинцы, конечно, мы все вместе работаем, создаем тоже этот фестиваль, но не только наша команда. Мы создаем этот фестиваль двумя большими командами. Это еще Ассоциация Бизнеса и Культуры From Russia With Love, Надя Вайнтруб и ее команда. Ну, а теперь я с удовольствием представляю вам тоже моего прекрасного друга, замечательного писателя, киносценариста, главного редактора журнала «Новый свет», вице-президента фестиваля, кинофестиваля канадского, канадского кинофестиваля российского кино, Алену Жукову. Алена Жукова! Дорогие, я вас всех просто приветствую, я очень рада, что это тут все состоится. И я вам всем желаю успеха. Я человек, не то чтобы совсем далекий от театра, не может быть человек далекий от театра, тот, кто занимается литературой и кино. И я понимаю, что такое актерский труд, потому что столько лет я проработала в кино, я преклоняюсь перед этим трудом и перед теми, кто делает театр, перед режиссерами, перед драматургами, особенно перед режиссерами, потому что видение режиссерское – это все. Ребята, я вам просто всем желаю удачи. Спасибо, Алена. Следующего человека я тоже с удовольствием представляю. Это очень известный у нас Торонто человек. Это Марат Ресин. Пожалуйста, Марат. И у него очень-очень много всяких званий и много чем занимается. Вот, послушайте. Основатель и президент школы бизнесов Торонто. Профессор, создатель и руководитель семейного театра. Они у нас будут на детском фестивале выступать. И театральный зритель с огромным стажем. И это впервые, наверное, вообще на всех фестивалях в экспертный совет входит зритель. И он будет оценивать все с точки зрения зрителя. Поэтому я совершенно не собираюсь говорить эту длинную речь. Просто как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Всех вас люблю и ура! Спасибо, Марат. Ну и еще один наш эксперт, музыкальный эксперт. Это профессиональный музыкант, хорю... Простите. Хорместер. Да, и руководитель замечательного хора АВЭ, который я очень рада, что этот хор занимается, расширяется и растет во все стороны. И в творческом плане, и количественно именно здесь, в нашей студии «Удивительная кошка». Данил Биба. Здравствуйте. Прежде всего, обычно едешь на фестиваль-конкурс и никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть ощущение неуверенности, ощущение не знаешь, куда ты попадешь. Вот. И все сразу пропадает, наверное, как на приеме у доктора. Зашел в кабинет, все хорошо. Началось. То же самое и здесь. По... Как только открываешь дверь, заходишь, сразу понятно, что будет происходить. Вот. Скажем так, мы очень удачно все вместе заселились в эту комнату. Я так понимаю, что будет намного веселье завтра, послезавтра. Получайте удовольствие. Я вижу, как у вас светятся ваши лица. Вот. Будет много всего интересного. У меня тоже много ожиданий. Жалко, судить нельзя. Вот. Вот это и не знаю. Нельзя. Кролика советовать рекомендовать. Мы подрезали немножко, да. Но будем получать удовольствие. В частности, от вашей музыки тоже. Я обычно наблюдаю процесс с обратной стороны. Как музыкант, куда входит театр. Опера, оперета. То сейчас будет театр, в который входит музыка. Так вот, я музыкальная часть. И всех расслабляю. И всех расслабляю. Каждому из спонсоров. Каждому из спонсоров. Мы их завтра будем перечислять. За то, что они неравнодушны. Они просто неравнодушные люди. Они любят театр. И вообще они любят людей. И любят жизнь. Это как раз вот две замечательные команды. Центр искусства «Идивительная кошка» и бизнеса. И ассоциация бизнеса и культуры «Фром Раши» везла. Да. Которые нас поддерживают уже на протяжении двух лет. На протяжении второго фестиваля. Поэтому огромное вам спасибо. Но еще раз напоминаю, что здесь у нас работает еще один спонсор. Ольга Панкова. И нам надо сегодня завершить эту картину. Ольга Панкова художник. Художник Ольга Панкова. Причем действительно очень талантливая. У нее очень много идей. Но об этом не будем говорить. Если захотите, потом я расскажу в частном разговоре. И эта картина, эту картину, она постоянно будет у нас стоять в холле наших театров. У нас два разных театра. Об этом мы сейчас расскажем. И это будет наш талисман. Наш символ. Поэтому, когда вы будете раскрашивать полосочки, вложите туда свою мечту, свое желание какое-то, добрую энергию. Потому что именно эта картина, она будет поддерживать всех нас. Все наши театры, все наши выступления и наше общение. У нас еще есть еще один творческий спонсор. Это профессиональный композитор, довольно известный в России и уже теперь у нас в Канаде. Человек, который много лет проработал вместе с Валерием Леонтьевым. Это Нина Шапильская. Она автор музыки. Гимну нашего фестиваля. Который написала замечательная поэтесса Лилия Скляр, тоже спонсор нашего фестиваля. И завтра этот гимн прозвучит в исполнении украинского певца Павло Фандеры. Ну а сейчас мы просто вас коротко познакомим или напомним вам о том, что предстоит вам увидеть, услышать и в чем поучаствовать в ближайшие два дня. И начнем представление театра. Ну и так, сегодня фестиваль откроет спектаклем, ну откроют хозяева удивительные кошки. Мы вас долго утомлять не будем, мы покажем вам небольшой 30-минутный спектакль по стихам известного, может быть кому-то еще неизвестного, поэта Бориса Рыжева, который называется «Как хорошо мы плохо жили». А завтра в субботу у нас в 11 утра на улице с замечательным названием «Бродвей» будет торжественный, да, это все просто случайные совпадения, но они все, ну вообще ничего случайного нет. И в 11 часов состоится открытие фестиваля на бис, мы как раз споем гимн и надеемся, что он вам понравится, и вы будете его петь вместе с нами. После открытия вы увидите спектакль Американского театра 33, это моноспектакль «Человеческий голос», он состоится в 12 часов. Далее выступят, а монреальцы еще не подъехали? Нет. Да, пока есть. Приехали монреальцы? Ну они приехали только, может быть, монреальцы. Ну подъедут. Да, театр из Монреаля, лаборатория номер один, покажет спектакль по пьесе, которая написана специально для фестиваля на бис. Спектакль называется «Репетиция в любительском театре». И третий и последний спектакль первого официального дня фестиваля – это в улице Геньюш. Геньюш, если я… Геньюш, простите. Спасибо, Валя. Спасибо. У нас тут Валя присутствует, она все скажет по-белорусски правильно и без акцента. Да, я тоже буду стараться. Спектакль пройдет на белорусском языке. Попробуйте посмотреть и понять. Все-таки это славянский язык и очень многое в этом языке нам близко и знакомо. Да, понять можно, я читала текст на белорусском языке, общее содержание я поняла. Поэтому спектакль тем более поймем. А когда действие с душой, там даже слов не нужно. И после спектакля Монреаля «Репетиция в любительском театре» в перерыве в 15 часов 15 минут будет актерская разминка в фойе для всех. Да, которую проведет Кира Мирутенко. Она уже отдохнет к тому времени. Итак, мы очень стараемся, чтобы она отдохнула, чувствовала себя прекрасно. Поэтому она в хорошем настроении. Извини, ничего страшного. 14 апреля, воскресенье. У нас самый такой ответственный день, потому что много спектаклей. Начинаем мы в 11 часов утра. Это в другом театре. Завтра все режиссеры получат... А до свидания. Продолжение следует...